В общем, настольная игра в первую очередь экономического типа, но с элементами прямого противостояния и конфликта. Игра рассчитана от двух до пяти человек. Местом действия игра переносит игроков в 19 век. В штат Невада местом действия становится так называемый обустраиваемый город Карсен-Сити. Вы играете в роли представителей тех группировок, одной из местных, и ваша цель – стать наиболее влиятельным и прибыльным магнатом в городе. Собственно, суть игры можно свести к тому, что мы будем возводить на участке города прибыльный участок, прибыльное здание, резервировать собственность, за счет этих зданий получать прибыль, а прибыль, соответственно, конвертировать в победные очки. И рассмотрим, что у нас вообще есть на игровом поле. По периметру идет трек победных очков. С помощью жетонов подмечается текущее положение игрока на этом треке. Всего игра идет четыре раунда, ни больше, ни меньше, по итогу которых считаются вот эти самые победные очки. Кто больше, тот и победитель в игре. Значит, здесь у нас указана очередность хода. Она будет по ходу раунда меняться и, соответственно, сдвигаться вниз или вверх. Сверху у нас линейка действий, доступных в игре. Игроки будут выставлять своих, так называемые, фишки ковбоев на этот трек, чтобы выполнить то или иное действие в игре. И, собственно, игровое поле. Город, который мы будем обустраивать. Начинается игра с того, что мы проводим начальную расстановку на городе. Первым мы устанавливаем, так называемый, дом. Центральное место в игре. Это осуществляется броском двух кубиков. Красный и белый. То, что выпало на красном кубике, обозначает строку. На белом кубике столбец, в который мы будем помещать стартовые наши фишки с дали. Шесть красная, три белые. Соответственно, начальный дом у нас будет локация здесь. Дорогами. Потом расскажу, зачем нужны дома и дороги в этой игре. Далее мы должны возвести девять гор. Тем-тем же способом. Кидаем кубик. Выпало шесть, два. И по аналогии все остальные восемь гор. Скажем, здесь. Не совсем понятно. А вот выпало шесть, и таким образом мы ставим. Выпало шесть на красном. Смотрим на строке. На строке показано значение кубика от одного до шести. И здесь для белого кубика. На пересечении значения которых выпали мы выставляем фишки. Начальная расстановка для города готова. Каждый игрок определяется со цветом, которым он будет играть. Играет от скольки до скольких человек? От двух до пяти. Человек доступен от игры. Игрок получает в свой пул фигурки ковбоев. Фигурки, кстати, оригинальные. В смысле только в локализации такие используются. В западном издании там стандартные деревянные солдаты. Это пул, но не резерв. Отсюда каждый будет набирать себе в ходе игры. Терри ковбоев. Двенадцать так называемых фишек собственность. С помощью которых мы будем резервировать участки в городе. Каждому выдается три фишки. Револьвер. Это боевая сила. По одному участку дороги. Дороги нужны при строительстве будут. Я покажу. И стартовый капитал. Пятнадцать долларов. С помощью таких штончиков. Игра идет четыре раунда. И на каждый раунд здесь вот показано приток живой силы ковбоев в каждом ходу. Здесь указано, что на первом раунде, соответственно, на каждом удается по три ковбоя из резерва. Которые игрок может использовать. Их мы выделяем отдельно. Вот. Далее нужно начальным образом инициализировать рынок зданий, с которого мы будем покупать. У нас будут всегда... Начинаем. В основном на рынке указано, сколько то или иное здание стоит. В самом начале нам доступны ранчо за три доллара и за десять долларов. И шахта за четыре и за двенадцать долларов. Это наиболее часто встречающиеся в игре здания. Поэтому мы, видимо, решили использовать таким образом. Оставшиеся три знания будут вытягиваться из мешочка. Тут присутствует элемент случайности. Так. Так. И... Еще одну ранчо. Так. Так, 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 так. Как уже говорил, вся игра идет четыре раунда. Собственно, переходим непосредственно к процессу описания игры. Новые все механики игры это выставление ковбоев на клетки действий. Известны в так называемых евроиграх механика выставления рабочих. Боркер-плейсмент. Обственно. Этим мы будем заниматься во вторую фазу хода. А первая фаза в этой игре это определение порядка хода с помощью выбора так называемых карточек персонажей. Собственно, в самом начале порядок хода произвольно определяется. В правилах сказано, что для этого кубики нужно кидать. Но это не существенно. Значит, выбор персонажа. У каждого персонажа есть порядковый номер, по которому будет определяться дальнейший порядок, в котором игроки ходят. Свойства, которые он дает в символическом виде. Это полезное. И также предел денег, который должен к концу раунда остаться у игрока, если он выбрал персонажа. Излишки должны сбрасываться. У всех персонажей есть простые свойства, есть так называемые усложненные. То есть в каждой игре можно за каждого персонажа выбрать, какой стороной играть. Болезные свойства это шериф, например, дает первый номер, дает белую фигурку ковбоя, на которую нельзя будет потом атаковать. Ну и лишнее действие, считай, игрок получает счет шерифа. Банкир, скажем, дает дополнительные деньги и у него очень большой лимит. Торговка позволяет удешевить, то есть удвоить доход от какого-либо здания, выбранного вами и так далее. Рабочий удешевляет покупку зданий и дает дополнительную дорогу и так далее и тому подобное. В общем, некие полезные бонусы. Допустим, желтый игрок у нас выбрал шерифа, синий игрок рабочего и зеленый поселенца. Всю игру буду рассматривать на примере трех игроков. Как только мы получили персонажа, мы перемещаем порядок согласно номерам, указанным на глядках персонажей. То есть шерифа выбрал желтый персонаж, он теперь ходит первый. Синий выбрал четвертого номера, второй, и зеленый пятый. Новый порядок хода у нас обозначен снизу. Тут же активируем полезные свойства, связанные с персонажем. Желтый игрок получает себе дополнительную белую фигурку говбоя. Китайский рабочий. Два дополнительных участка дороги. И зеленый может бесплатно поставить собственность на любой участок. Скажем, сюда. После этого начинается основная фаза игры. Выставление рабочих на клетки действий. В классическом варианте такая механика предусматривает, что однажды поставив рабочего, зарезервировав за ним какое-то действие, другие игроки не могут занимать этот участок. То есть, кто первый, то и тапочки. В данной игре видена дополнительная возможность, что за участок можно просто задуэлиться. Например, желтый игрок захотел купить ранчо. Синий игрок тоже его хочет. Он выставляет своего говбоя сюда же. И между ними в следующей фазе произойдет так называемая дуэль. Победитель, соответственно, получит право выполнить действия. Значит, все действия будут выполняться по змейке. Вправо, влево и вправо. И, в принципе, они разделены на категории. Важным действием является символическое обозначение. Здесь выставление собственности на городе. То есть, если зеленый, например, захотел собственность, вместо того, чтобы ставить свою фишку сюда, он ставит ее на поле. И впоследствии на тот участок, в который он встал, он возведет, зарезервирует ее, скажем так, за собой. Дальше идут действия покупки зданий в порядке утешевления. Чуть левее находятся действия, позволяющие приносить прибыль за определенные вещи. Скажем, 2 доллара за каждый участок собственности, который есть в игре. 2 доллара за каждый револьвер ковбоя. Есть так называемое действие азартной игры. Гроб просто берет, кидает 2 кубика, и выпавшее число получает в долларах. Интересное получение дохода от зданий. Каждое здание приносит по определенным правилам игроку доход. Так. Так, купив, например, ранчо, игрок может получить доход за каждый соседний, не застроенный участок. Шахты дают доходы за соседние горы с ним. Аптека доход за каждый дом, располагающийся по соседству. Ну и так далее, и тому подобное. Значит, это обозначение дохода от зданий. Для него не нужно специально выставлять конкурс. Вот. Ну и снизу у нас действие, обозначающее получение победных очков. Тем или иным способом. То есть, все, что нужно для победы. Значит, победные очки можно получить за каждые 2 участка собственности, которые у вас в игре. За каждые 2 револьвера и 2 компоя, которые у вас в резерве остались. За каждое построенное здание по очку. И очки можно просто купить. В первом раунде доступна покупка очков за 5, за 4, за 3, за 2 доллара. Однако, каждый раунд у нас есть фишка, обозначающая положение на текущем раунде. Она будет сдвигаться влево. И, соответственно, самые дешевые действия, связанные с покупкой очков, будут закрываться. То есть, в последнем раунде мы можем купить только за 5 долларов очки. Ну, это так, вкратце про действия, которые можно делать в игре. Собственно, вторая фаза. Каждый игрок по очереди в порядке выставляет своих ковбоев на клетку с действием. Либо имеет право сказать пас в любой момент, когда он захочет. Вот, синий еще захотел бы, например, получить. Если это 3 революбера, то есть участка дороги. Синий не хочет дальше ходить, он говорит пас. Игрок, сказавший пас, получает право ходить первым в следующем раунде. И имеет преимущество в дуэлях при равном результате. Собственно, почему выгодно раньше заканчивать действие. Зеленый решил еще купить шахту. После чего желтый говорит пас. После расстановки наступает следующая фаза игры. Это, собственно, выполнение действий. В том порядке слева направо, справа налево и слева направо. Значит, первым выполняется действие, которое встал синий игрок. Он получает 3 фишки револьвера на этот раунду. Так, и что это ему даст? 3 фишки револьвера. Это будет в дуэлях потом использоваться. Значит, зеленый игрок выбрал получить 3 участка дороги. И берет себе их. Они будут использоваться, когда здание устроится. Значит, зеленый выбрал возведение стоимости. И он имеет право зарезервировать участок под себя. За стоимость, вот, за выкладывание фишки собственности игрок платит деньги. Равное, ну, самый минимум это единица. Плюс 1 доллар за каждый соседний застроенный чем-либо участок. В данном случае у нас 2 горы по соседству. Соответственно, игрок должен сплатить 3 доллара. 1 за собственность, 2 за горы. Один из игроков еще должен выполнять функцию банкира. Как бы, да? Ну, для удобства, да. Получается, тут общий банк. Все ходит туда-сюда. Значит, далее выполняется действие покупки здания. Зеленый игрок выбрал себе купить шахту. Он оплачивает 4 доллара за нее. И выкладывает на участок, зарезервированный уже им. Можно положить здание. На шахте указано, что оно приносит дополнительный револьвер при постройке. Также на фишке символически указаны возможные доходы, которые можно получать от этого здания. Шахта приносит 3 доллара, как это вообще считается. Шахта приносит 3 доллара за каждую соседнюю гору. Соответственно, минимум мы можем получить 0, если гор рядом нет. 3 доллара, если одна гора. 6 долларов, если... Да. 6 долларов, если две горы. И, соответственно, так далее. Тут все возможные значения с двух сторон. Для удобства, то есть, в данном случае, гроб получит 9 долларов. Можно ложить вот так, на стрелку, чтобы показывать текущее значение. Все здания, кроме шахты, кроме ранчо, для постройки требуют дома. Ну, в домах, якобы, жителей, которые будут пользоваться этим зданием. То есть, если гроб, например, решил построить аптеку, а не шахту. Первое, что он должен сделать. Он должен провести дорогу. У зеленого, напомню, есть 4 участка дороги. Дороги можно строить от уже существующих дорог в начале игры. Это те дороги, что окружают стартовый дом. И дорога должна хотя бы примыкать к одной из сторон того здания, которое он построил. А в чем смысл вообще дорога заключается? Дороги, ну, якобы, соединяют дома, в которых живут, со зданиями. Они абсолютно бесплатны, получается. Но, если у вас не хватает в запасе дорог, вы, например, где-то хотите здание здесь построить, то это нельзя будет сделать. Вот. И для каждого здания, построенного, также нужен новый дом. Дом тоже берется из общего пула. И ложится на любой незанятый или свой участок совершенно бесплатно. Любое место. К дому также нужна дорога, должна быть подведена. То есть, кроме шахты, кроме ранчо, все здания строятся именно так. То есть, через дома и дороги. Шахты, ранчо как-то попроще. Скажем так. Помимо резервирования пустых участков, бывает иногда выгодно занимать дома и горы. Во-первых, это выгодно тем, что гора, принадлежащая другому игроку, не принесет, скажем, доход какому-то другому игроку, у которого шахта, например. Как и дома. То есть, дома и горы приносят там какие-то доходы для зданий, если они либо не заняты, либо принадлежат текущему игроку. Ну и кроме того, в конце игры, каждая связка дом, здание и гора, одна связка, приносит два победных очка. То есть, есть смысл занимать иногда и горы с домами. Помимо действий, которые я расписал, также в игре присутствуют элементы, так называемые, рэкета. То есть, чужой игрок может напасть на чужое здание. То есть, для этого он в фазе выставления рабочих действий выставляет своего ковбоя на чужую шахту, например. Соответственно, зеленый игрок имеет право выставить своего ковбоя на защиту. Если он этого не сделает, если он проиграет дуэль, то доход от шахты в фазе получения доходов будет разделен пополам. То есть, можно таким образом добывать прибыль. Вот. Расскажу немножко про дуэли. Подробнее. Все игроки скупили нужные им здания. Дошли мы до действия, за которое спорят два игрока. Может спорить больше. Ух ты, сколько угодно. По классическим правилам, каждый из них кидает по одному кубику. Желтый, например, кидает красный кубик. Вот была 9. Синий кидает белый. У него 3. Значит, сравнивается за желтого. Значение, которое выпало на его кубике. Количество револьверов, которые у него есть в запасе. И ковбои, которые остались в резерве. То есть, которых он не выставил. У обоих игроков это сравнивается. Значения у кого больше, тот, соответственно, победил. При ничьей побеждает тот, чья фишка стоит левее. То есть, кто первым сказал бас. Проигравший забирает ковбоя в Сибири в резерв. То есть, есть такая помощь проигравшему в игре. Победитель сбрасывает же ковбоя в пул. То есть, он больше ему недоступен. Горел, но зато он получает право купить раньше. Например, победил Сили. Он заработал право на действие. Желтый игрок, например, решил поучаствовать в азартных играх. Кинул кубок. Выпало 11. Он имеет право. 11 долларов получается это действие. Дальше считаем, получается, доходы от зданий. С учетом текущей расстановки. Например, зеленый игрок. У зеленого игрока построена аптека. Аптека дает 3 доллара за каждый соседний дом. А также за каждое ранчо, которое принадлежит игроку. Здесь, в принципе, это символически указано. Один дом находится по соседству. Значит, зеленый игрок в этом раунде получает 3 доллара. У синего есть шахта. Шахта дает доллара за каждую соседнюю гору. Ну, будем считать, что так как гора занята зеленым игроком, она больше ему доход не приносит. То есть, он получает вот только вот этот убор. Соответственно, если в этой фазе кто-то претендовал на одно здание, например, так, то между ними они стреляются. Ну, соответственно, желтый игрок свою белую фигурку выставил на клетку покупки победных очков. То есть, он вправе потратить сколько угодно денег на то, чтобы за 2 доллара пить очко. Он, например, тратит все 20 долларов и получает 10 сразу же очков. Это будет как бы иметь значение в конце, при подсчете? Да. Все игры считаются именно очки. Очки считаются по периметру поля? Трек от 1 до 49. Больше мы ни разу не доходили. Скажем так. Вот после того, как все действия мы в игре совершили, наступает четвертая фаза. Это просто действия, связанные с переходом к следующему раунду. Первая сдвигается фишка раунда. Ну, это обозначает, что после раунда. Плюс она закрывает собой действия дешевой покупки. То есть, теперь самая дешевая покупка очков это за 3 доллара. Каждый игрок теперь получает... А. Должен сбросить лимит указа. Все, что превышает указанные на его персонажа. Например, поселенец. Указано 30 долларов. Игрок, в принципе, тут... Их 15 подпадает под лимит. Может не сбрасывать. Но имеет право, если хочет. При сбросе за каждые 10 долларов получается одно победное очко. Вот за таком. Значит... Китайский рабочий. У него 30. Тоже лимит не превышен. Соответственно, не скидывать ничего. И у желтого тоже самое. От всех персонажей ложим обратно. Мы их будем выбирать в следующем ходу. Получаем новых ковбоев из резерва. Как указано на треке. То есть, во втором раунде это уже каждому 4 ковбоя идет. Дальше обновляется рынок. Теперь все вытягивается рандомом с мешочка. Начиная слева на все незанятые позиции. А! Сначала все здания смещаются на одну клетку. Влево удешевляются немножко. И выкладываем на незанятые позиции новые здания. Вон у нас попалась церковь, тюрьма. И еще одна шахта. За 12 долларов. Все. Начиная с этого момента, игроки в порядке, который указан здесь, выбирают персонажа и начинается следующий раунд. То есть, в каждый раунд свой персонаж. Да. Он, собственно, в каждом этом дает какой-то свой бонус. Игра, в принципе... Некая играбельность ее обеспечивается за счет нескольких вариантов игры. То есть, это мы описали базовый классический вариант. Как я уже сказал, есть возможность выбирать сторону персонажа, которая будет задействована на игру. Там дополнительное, немножко усложненное свойство на красной стороне. Есть также вариант свести к минимуму случайность на дуэлях. То есть, можно не кидать кубики, а использовать так называемые фишки дуэли. Все они пронумерованы от 0 до 5. Суть в том, что каждому игроку дается набор таких фишек. Потом они все перемешиваются. И каждому игроку уже случайным образом они раздаются 6 штук. Игрок первый начинает игру со стартовым капиталом равным 30 долларов минус то значение, которое у него на фишках дуэли. То есть, нервистичем. Некое такое выстроение баланса есть в игре. Чем больше на фишках, тем меньше денег игрок получает начально. Ну и при дуэлях, после этого, вместо того, чтобы выкладывать кубик, игрок просто берет одну из фишек на свое усмотрение и выкладывает ее в закрытую. Потом все одновременно вскрываются, смотрят значения. То есть, вместо кубиков можно использовать карточки? Да. Ну и использованная фишка, соответственно, у кодеза Друкса. А после этого... Ну, то есть, есть такой вариант игры. Все, это, короче, длится 4 раунда, как я уже говорил. После чего просто смотрится, кто дальше всех продвинулся по периметру на треке очков. Кто больше всего объявляется самым могущественным магнатом в Карсон Сити. В игре, на самом деле, что мне нравится, это очень хороший баланс между глубокой такой экономической частью и прямым противостоянием. То есть, это делает, во-первых, игру не сухой такой. И лучше она за счет этого духа этого дикого запада как бы передает. Но, с другой стороны, здесь действительно очень много просторов для того, чтобы подумать. Где действительно большой спектр возможных действий. И часто действительно нужно серьезно думать, что наиболее оптимально выбрать в текущий момент. При этом, учитывая, что тебе могут сделать соперники. То есть, имеет ли смысл, например, ну, как вариант таких решений. Например, если я, допустим, возьму торговку и удешевлю там в два раза, например, свои ранчо. Не приведет ли это к тому, что соперники захотят напасть на них. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, за счет такой... За счет такого количества решений, которые нужно принимать по ходу игры, раскрывается. Она стоит отметить, ну, не сразу. То есть, после второй-третьей партии. По правилам также действительно есть много нюансов, которые надо знать, чтобы играть нормально. У каждого здания, во-первых, есть свои какие-то фичи, по которым они получают доход. Это тоже иногда объяснить бывает новичку не совсем просто. То есть, как раз, скорее, для таких относительно уже искушенных настольщиков. Но, тем не менее, если проникнуться, то... То есть, не мало ВТ. Да. Как и так. Как и так.